Здравствуйте, дорогие любители ММА! Сегодня у нас есть СССР 110, который придет 5 сентября в России. В главном событии бой за пояс Мурат Абдулаев против Али Багова. Поехали! Мурат Абдулаев по кличке Хантер. 19.7 профессиональный рекорд. 175 сантиметров рост. Последний свой бой он выиграл у Вячеслава Василевского нокаутом. Рефери остановил во втором раунде в 2019 году. В 2020 он еще не дрался. Альберто Туменову, правда, он проиграл решением в 2019 году. До этого было 3 победы подряд над Абубакаром. Вагаевым нокаутом во втором раунде. Дельсоном Хелену. Тот получил травму после второго раунда. И Гойти Дозаева победил нокаута в первом раунде. То есть такой лютый нокаутер. Надо еще посмотреть, есть ли у него вообще победы с Абмишинами. Ну, есть, но там еще в начале карьеры очень мало. В общем, это больше нокаутер. Получается, Мурат Абдулаев. Что редко бывает. Обычно они лучше борются, чем в стойке ведут бой. Али Багов по кличке Халк. 29.9 профессиональный рекорд. 29 лет. 176 сантиметров рост. То есть ростом они примерно одинаковые. Последний раз он проигрывал в 2016 году Абдул-Азизу Абдул-Вахабову. После первого раунда там что-то, видимо, не пошло. Потом пошла серия побед. Побеждал он Буба Дженкинса, Хер Десена Батисту, Леандра Сильву, Глеристоне Сантоса нокаутом. Абдул-Азиза Абдул-Вахабов победил в реванше. Молодец. И Хусейна Халиева победил Кимура в четвертом раунде. Потом победил Адама Таунсона решением. Вот такой супер бой. На бумаге предпочтительнее смотрится Али Багов. Всегда ли он выступал, кстати, вот в Элтеру Вейт? А, он когда-то выступал в легком весе. Вот не зря мне показалось. Все-таки это выходец из легкого веса. И в полусреднем весе он провел всего один бой, где победила Адама Таунсона. Ну, с другой стороны, они одинакового роста, значит, и по габаритам должны быть одинаковы. Так ли уж сильно это повлияет на переход? Ну, в принципе, влияет в плане опыта, да, в боях в этом весе. Мурат Абдулаев всегда дрался в этом весе. Нет. Так, подождите. Давайте, Мурат Абдулаев. Вернемся. Да, он всегда дрался в полусреднем, насколько я знаю. Последние много-много боев он провел в полусреднем. Но Алексей Кунченко он проигрывал, правда. Дважды подряд. Альберту Туменову. Не, ну Али Багов должен быть здесь фаворитом. Тем не менее, я думаю, давайте посмотрим коэффициенты. Получается 1.46 против 2.6. Но 1.46 это очень маленький коэффициент на Али Багова. Все-таки есть какая-то, какая вот лазейка, да, в пользу Мурата Абдулаева в том, что он более опытен в полусреднем весе. Для Али Багова это будет всего лишь второй бой в полусреднем. Для Мурата Абдулаева он всю жизнь там дрался. Так что 2.6 я считаю, ну чуть-чуть можно закинуть. На этом все. Пока.